И снова здравствуйте, дорогие телезрители! С вами, как всегда, Савельев Анатолий. И сегодня я вам покажу, как я содержу в домашних условиях обычного полиевога сверчка. Как я его кормлю и, в общем, всё про него. Смотрите этот ролик и наблюдайте за моими наблюдениями за сверчком. И сами учитесь их содержать. Вот и, в принципе, мои сверчки. И я им сделала вот такой вот типа грот. Такой вот камень, чтобы они на него садились и сверчали на нём. Сверчки обычно садятся на что-нибудь высокое и сверчат. Поэтому я им поставил вот такой грот. Обустроил вот баночку. Даю им листья разные. Ну, вообще я даю листья, вот тютины. Они их тоже едят, эти листики. Вот тот вот лист, который зелёненький, маленький-маленький. Он был такого же вот роста. Стал вот таким вот. И кормлю я их тоже тютины или шелковицы, как вам удобно называть. Вот она. Даю хлеб им. Вообще ещё говорят, что сверчки едят ткань. Но я ещё пока не пробовала им давать ткань. Вот у меня пока два сверчка. Самцы. Это старые самцы. Определить возраст сверчка можно по вот этой вот длинной, которая находится вот в середине, вот, длинной вот этой палочке. Она называется кинжал. И по ней можно определить возраст сверчка. Чем она больше, тем он старее. И вот эти сверчки уже очень взрослые. Вот эти два сверчка. Буду находить самок и побольше ещё сверчков. Чтобы была у меня целая сверчковая ферма. В общем, я вот тем вот кормлю. Для эксперимента тоже попробуйте, кто заинтересуется этим, завести себе сверчка. и содержать его. Они у меня уже живут три недели, честно. Ну, не три недели, почти там. Две недели и шесть дней. Ну, почти три недели, правда. Вот. Живут у меня. И не горюют мои сверчки. Назвал я их Шварц и Блэк. Чёрный и чёрненький. Вот. Такие вот у меня сверчки. За ними очень интересно наблюдать. Очень интересно их слушать ночью. Можно поставить, когда спите возле кровати и слушать их сверестенье. И мне кажется, так можно быстрее заснуть. Но, по моему опыту, я засыпаю лучше. Вот так вот у меня живут сверчки. Давайте смотреть дальше. Вот. Я им поставил такую вот горку с дырочкой. Куда они прячутся. Вот несколько дней прошло. Они научились туда прятаться. И теперь они днём сидят там. Их тут не увидишь. А ещё я поэкспериментировал. И давать им стал сосательные конфеты. И они их очень они им понравились. И теперь они их едят. Я тоже удивился то, что они едят их. Но они их прямо расплавливают. И, в общем, кто заводит сверчков, тоже кормите их сосательными конфетами. Только давайте им одну, как они её съедают, давайте другую. Это, если нет фруктов, овощей. Хорошо для городских сверчков. Вот. И они просто прекрасно едят сосательные конфеты. Ну и, дорогие телезрители, я должен заканчивать видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем до скорой встречи.